Следующий вопрос у нас такой. Оля, вам 26 лет и вы уже легенда украинского мирового спорта. Где находите мотивацию, какие цели ставить для себя в будущем? Сколько олимпиад у вас в планах еще? Да, мне 26. Всего 26? Ну, просто так подумаешь, что первая олимпиада у меня... Ну что, я была уже на трех. Уже было три олимпиады, да? Да, я была на трех. Еще две ты... Да, десять. Не знаю, ну вот одна точно, а там уже посмотрим, мне уже 30 будет. А какой спортивный возраст фехтовальщиков? Как здоровье. Серьезно, у нас есть итальянец, ему сейчас, ну, 30-39. Две олимпиады точно у вас еще заходят? Ну, тяжело ему все-таки бороться, потому что сейчас мы более молодые, и нужно бороться не только с ними, а еще и с собой, потому что ты понимаешь, ты, как бы, может быть, в чем-то слабее, и физически, и как бы ты ни работал, все равно, как бы, возраст берет свое. Хотя, хотя, ты можешь выиграть на опыте. Так как переставание сейчас более такое атлетическое у нас в том, на спорте, это тяжелее сделать, но в опыте. Ну, так вот. А мотивацию где ищу, еще есть она у меня всегда, присутствует. Ну, потому что у меня, как бы, еще нет индивидуального золота, вот, наверное, вот это у меня еще никак не успокоится. И пока не добьюсь не успокоить. Ну, никогда не было момента бросить все, и уйти, и заняться чем-то другим? Ну, это не каждый сбор такой. Это не чуть-чуть, честно. Да, бывают всякие моменты такие, что, ну, не получается, ну, вообще. Особенно, когда это несколько соревнований подряд, и некоторые там еще спрашивают, ну, всего, как так, а что так, а вот было так, а сейчас вот так, вот, которые не понимают, что такое спорт, в принципе, что спортсмены тоже люди. Тогда вот тяжело, конечно. Ну, так, чтобы бросить, уйти, и вообще никогда, то... Ну, видимо, я настолько к нему привязываю. Только ли в спорте, так-то все просто. Да, да, потому что вот с Олимпиадой прошло сейчас год, но вот спустя два месяца я уже хотела африктовать. Ну, хотя я до этого божилась, до Олимпиады мне вот так вот надоело это африктование, и я не хочу полгода не буду брать с Олимпиады. Вот это уже сажат. Вопрос от Ирины следующий. Ваш муж по-прежнему работает. По-прежнему ли работает в США? Как часто вам удается видеться, насколько тяжело поддерживать отношения на расстоянии? Да, до сих пор работаю в США, и буду там работать, и, ну, слава Богу, сейчас есть самолеты. Мы достаточно нечасто видимся, но видимся вот на расстоянии сейчас хорошо, что есть такие телефоны и интернет, и, да, конечно, очень скучаем друг по другу, и надеемся, что вот скоро встретимся уже когда-то в июле. А до этого виделись когда? В январе. Да, ну, просто, да, мы привыкшие люди, потому что мы часто на сборах были порезень, ну, максимум, наверное, что мы не виделись, наверное, полмесяца. Сейчас как-то так тяжеловато, но ничего, нормально. О пополнении семейства не задумываетесь еще? А, пока нет, сейчас другие цели совсем. Тяжело будет потом возвращаться просто, если уже идти к цели, то идти целенаправленно. Вот тоже очень интересный вопрос. Многие известные спортсмены страхуют части тела, которые им приносят победы. Вы пока руку не застраховали? У меня еще и ноги есть, которые приносят победу. Ну, как бы, это надо уже всю себя, часть тела. Ну, не задумывались вообще о страховке, части тела? Да нет, чем больше об этом думаешь, тем хуже, на самом деле. Потом, ну, как-то нет, не задумывалась, но сейчас уже, наверное, буду задумываться. Нет, нормально все. Я все-таки полагаюсь на то, что у меня все будет хорошо. Ну, у вас вообще страховка есть какая-то? Золицинская, наверное? Ну, конечно. Много разговоров в последнее время о перепроверке допинговых проб спустя годы после Олимпиады, когда спортсменам лишают медали задним числом. Многие говорят, что это несправедливо. А как вы относитесь к этому вопросу? Ну, я не считаю, что это несправедливо, потому что, ну, как бы, если ты его принимаешь, то ты должен за это заплатить, я не знаю, как-то оплатиться за это. Ну, потому что, в любом случае, мы за, я за честный спорт, и всегда за него нужна. И спорт для того, чтобы быть здоровым, я не знаю, как можно принимать допинг. Я не понимаю. Ну, а тем результатом можно верить, спустя столько лет предъявлять такие претензии? Ну, насколько я знаю, там спустя 8 лет максимум. Ну, вот я там знаю, что у нас там забирали медали, но есть такие препараты, которые только через время показывают. Поэтому вот так. Ну, это уже дело докторов, дело спортсменов, которые знают, на что они идут, и что, возможно, что-то произойдет. К сожалению, это так, и, к сожалению, у нас забираются медали. Так, следующий вопрос у нас. У нас не секрет, что благодаря вашим успехам множество детей в нашей стране захотели заниматься фехтованием. Воздув своего ребенка на фехтование отдали? Да, это правда, что на самом деле больше детей, больше родителей стали своих детей отдавать на фехтование, и это очень приятно. Да, может быть, я бы отдала это на фехтование, если бы у нас были лучшие условия. Ну, так как у нас любовь в спорте не сильно хорошие условия. Это, причем, бесплатный спорт. В принципе, как в школах, если ты занимаешься, то это бесплатно. Если, конечно, частный клуб, то надо платить. Тем более, я думаю, наш ребенок будет гордиться своими родителями, и ему это будет придавать какие-то сил именно фехтованию. Может быть. Ну, посмотрим пока. У нас, когда на онлайн-конференции был Жан Белемюк, рассказывал, что у них, у борцов с фехтовальщиками, один зал, где они занимаются. А тут неудачные бросоки, напоришься на шпагу, например, фехтовальщик. А вам борцы мешают на тренировках? Конечно, мешает. И больше 10 раз. Ходят, светятся, ходят. Прям-таки. Убиваешь, да. Ничего-ничего. Поговорим там где-то на тренировке, да? Да. Вообще, ты понимаешь, что с спортивными школами у нас очень плачевные в Украине, да? Ну да, в принципе, все, ну, все в всем спорте, так я считаю, у нас в Украине. Но надеемся на лучшее, и я думаю, что сейчас он стал на какую-то ступеньку лучше. На главном взгляде. Я помню, была история с залом, которым вы занимаетесь, или рядышком здания, да, которое обрушалось, которое в аварийном состоянии. А как оно сейчас там, чтобы удалось что-то решить? Ну, я помню, сейчас у нас открыли новый зал в Николаеве, и это школа уже, которая, вот у нас есть школа, и есть свой зал. В школе занимаются детки, и стоит, все хорошо, ее реконструкцию провели, все нормально, хорошо выглядит сейчас. И, ну, там, конечно, то здание, которое обрушилось, оно так там, по-моему, и лежит. Но что-то там будет на нем есть, я не знаю, ни на что. Но старшая группа, конечно, и там, виды оружия, другие тренируются в этом большом зале. Ну, все очень довольно. А вам удобно, комфортно в Николаеве? Никогда не стоял вопрос о том, чтобы в Киев переехать? Ну, пока стоит вопрос вообще большой такой, потому что тут все проходят сборы, и мы всегда прилетаем сюда. В Николаеве нет репорта. Не есть, но его нет. Ну, я надеюсь, что, может быть, в следующем, в скором будущем я уже буду в Киеве, и именно вот жить. Ну, как бы, по крайней мере, я уже этим занимаюсь. То есть, так устраиваете тут жилье? Да. Перевезете собаку? Нет, собака останется в Николаеве, потому что там родители, и они с ним больше времени проводят. В общем, я вообще, в принципе, дома. Поэтому тут будет сложно. С ним где-нибудь остаться. Я бы очень хотела сейчас. Игорь пишет нам сейчас онлайн. Я помню, когда наши девочки добыли золото Олимпиады, я чуть не расплакался. Оля, вы умница. Спасибо. Спасибо. И мы тоже плакали. Долго. 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 Долго, долго и много. Так, вопрос следующий. Понятно, что большую часть своего времени вы посвящаете спорту. Остается ли время на себя походы в салон, шоппинг? Ну, вот шоппинг сегодня был. Ну, сегодня и в салоне был. И в салоне был, да? То есть время на кодеке на себя любимого. Маникюр хороший. Тоже все нормально, я смотрю. Ну, да. Это что соревнования все делать. Когда там есть свободная минута, выходные какие-то. Но опять же, это все записывается задолго. Потому что ты знаешь, что в какой-то момент у меня будет свободное время. Потом у тебя появляются какие-то дела. И приходится каждый раз это все переносить, переносить. А потом ни маникюр, ни головы, ничего нет. Все равно хочется за собой следить. И надо за собой следить. Девушка, я считаю, что тренеры должны вообще понимать наше отношение к себе. Что если мы не будем ухоженными, мы будем некрасивыми. А кому нужны некрасивые спортеры? И злые. И злые. Мы будем злые и неухоженные. Что такое вы думаете? И мы будем плохо фиктовать и тренироваться. Все, будет бойкот. Собираете ли вы с табли, шпаки? Дома. Коллекция. Коллекция есть? Нет. Нет, нет, нету. Да, кстати, это хорошая идея. Нет, нету. Они у меня чисто рабочие. А сколько у вас рабочих инструментов? Я не знаю, как назначить. Ну, вообще три. У нас как бы есть именно сабля, клинок. Он ломается, мы меняем, а все остальное как бы остается. Рукоятка остается. Она подбирается под руку, я так понимаю? Нет, она обычная, стандартная, как они там продаются. Просто она стирается с годами. Ну, там, в прошлом году я принесла, меня уже стерло, а сейчас я уже буду менять, потому что доставать неудобно. А сколько весит? Ой, весит она до полукилограмма. А на сколько фехтование, вот как вид спорта вообще дорогостоящий? Сама форма, сабли? В этом-то и проблема, что некоторые семьи не могут себе позволить это. Для этого есть мы, старшее поколение, которое получает, например, какая-то гиппировка, и мы младшему поколению отдаем свое. Потому что я тоже так вросла, поэтому у меня тоже не было возможности там покупать всякое. Но нужно, чтобы были обязательно, это фехтовальные кроссовки, но они достаточно тоже дорогие, там, ну, 150 евро. А так как, если человек фехтует, как я, например, я имею в виду, что не по результатам, а так, не знаю, то у меня мои кроссовки хватает, там, максимум на полгода. Ну, 5 месяцев где-то так, к сожалению. Не знаю, что я с ним делаю. Вот. Ну, некоторым хватает, там, на 2 года, но я никогда такого не буду. Кажется, ты спортсмен индивидуально покупает или там помогают спонсорские какие-то контракты? Есть, конечно, да, спонсор. У нас лично в Федерации фехтования, взрослая, да, например, вот, сабельная сборная, у нас контракт с сангерской фирмой ПБТ, которая нас экипирует. Ну, то есть мы показываем результат, они нам за это экипируют. Ну, соответственно, как бы реклама. Конечно же, это контракты, там, с Найком, ну, это у меня, но не у сборки. Да, это личный контракт, там, контракты, там, с Эрнбулом, например, да, то, что, это, конечно, в этом помощь, там, сейчас помощь я одержала от компекса, например, это электросимуляторы, они мне помогают восстанавливаться, да, и, так, ну, артамол, февитамины. То есть вот это вот, как бы, как бы, своими не результатами, слава Богу, я себе пытаюсь как-то себя окружить тем, что мне может помочь, да, там, витамины, например, мне помогают восстанавливаться и все. Вот как же вот, выб forty- 있죠, вот мне помогало восстанавливаться после операции. Вообще-то, в принципе, мне помогает. По всем там поездкам и все такое. То есть, а лагу вы, пока что так говорят. Хочется больше одного случая. Чего-то еще. Всегда чего-то мало. Вопрос от Игоря у нас далее. Кого считаете своей главной конкуренткой в индивидуальной ассабле на данный момент? Дышит ли молодежь в спину? А это именно про украинскую сборную или про... Я думаю, вообще мировую, да? Да, мировую. Ну да, скорее всего. Но я вот в Тунисе когда была и попала когда в финал, то я поняла, что я была самая старшая в финале. Да, я просто жду. Что? Да, младше меня было в 93-го года, в 95-96. Я в 96-м старше. Все, вот она, старость. Но потом кто-то мне играет за то самый опыт. Я говорю, о, ну ладно, хорошо, вы уроки. Да, конечно, сейчас топ первые три рейтинга. Это Игорян, который выиграл Олимпийские игры в 93-го года. Ну, молодые сейчас, да, хорошо так подходят. И венгерка 95-го, и выше меня там на гол. Ну, в общем, сейчас тяжело с этим. Но я такой середнячок. У нас еще есть постарше. Ну, а главный конкурент в этой самой главной спорции? Да, все, наверное, до 16-ти, вот все. Именно вот главный я не могу сказать, потому что я могу выйти, там, проиграть первый бой, да, второй бой. Мы не встречаемся с одним именно человеком, который, там, в день. Мы встречаемся, там, 4-5-6 человек, это если хорошо все идет. Там много игроков, второй, третий, четвертый. И, на самом деле, все. Каждому можно проиграть. Оля, можете ли пообещать своим болельщикам золото в Токио-2012? На что готова пойти ради этой награды? Пообещать не могу, потому что еще, во-первых, много времени до Токио, и я вообще никогда такое не обещаю. Потому что я не знаю, как это будет, понимаете? Я не знаю, как я заработаю эти 4 медали с Олимпийских игр или нет. То есть, когда мы ехали в Пекин, мы не знали, мы никому не обещали, что мы вообще, в принципе, уйдем туда. Вот, поэтому это как будет, понимаете? И не... Какое второе вы подумали? Я уже забыла. А что готова пойти ради этой награды? На что готова пойти? Да, готова, наверное, пойти на то, чтобы... Готова жертвовать собой больше, чем я жертвовала до Рилла или до Лондона. Потому что, видимо, делала что-то не так, недостаточно выкладывалось. И чего-то вот не хватило. Поэтому сейчас нужно максимально исправить то, чего не хватало, и добавить того, чего не хватало, и исправить то, что было неправильно. Поэтому сейчас я готова, настроена серьезно, и нужно в этот раз уже сделать это. А спортсмены вообще своеверные люди? А, да. Есть у вас какие-то там за бубоны? Ну, не могу сказать, что прям за бубоны, за бубоны, бывает и похуже, а там проходить там с другой стороны, там надевать футболки или что-то типа такого. Но, ну, пара талисманов у меня есть собой, поэтому, ну, это так, нормальность. Но студенты перед экзаменом не моют голову, а вы перед соревнованиями, перед Олимпиадой. Нет, я не мою, потому что это мне некомфортно. Просто у меня волосы не распадаются. А, вот, смотрите, какой секрет. Ну, серьезно, да, потому что мне неудобно, да, я не могу собрать нормально, а оно прилипает нормально. Держится хорошо. Держится хорошо и не мешает, просто у нас маска еще плюс вот эти вот волосы, видишь, а у меня тут нормально. Слушай, я даже не могла предположить. Ну, это тут свои уже приколы. Ну, кому как удобно. Кто-то там, наоборот, с утра стоит, кто-то красится у нас, там, разное есть. Каждому спортсмену разное. Не, вот это, да, не нормально. Я, по-моему, уже заслужу, по-моему, и заслужу. Ну, и крайний вопрос на сегодня. О многих исторических фильмах можно увидеть поединки на саблях. Можете ли вы выделить картины с высоким уровнем владения саблей актерами? Спасибо. Честно, не люблю смотреть фитования в фильмах. Ну, потому что, это... Мушкетеров не любите смотреть? Да. Д'Артаньяна, например. Ну, как бы, ладно, это еще можно, там, это классика, все такое. Когда вот это начинает, там, наше сабльменное фитование в фильмы, я так смотрю. Ну, то есть я, как бы, знаю это все изнутри и понимаю, что... Или смешно иногда, да? Да, это не смешно вообще. Ну, в любом случае, как бы, человек, который просто смотрит этот фильм и понимает, о, вот это фитование, это прикольно, да. А я, как профессионал, как бы, я знаю все, как оно есть и, ну, то есть, остаюсь при всеми мне и никому ничего не доказываю. Я говорю, что это вот неправильно, он неправильно там сделал, что-то вообще, это вообще неправильно. Но это фильм. Тем более, это ничего. Спасибо, что нашли время, приехали, ответили на вопросы, завершающее слово для тех, кто нас сейчас смотрит, для детей, которые, возможно, хотят покорить Олимпиаду. Спасибо большое, во-первых, за вопросы, очень приятно отвечать на них и приятно, что вы следите за моими выступлениями, за моей жизнью, за то, что от травмы переживаете и продолжайте дальше, потому что, на самом деле, поддержка для нас очень нужна. И сейчас нелегкие времена в сборной Украины для повертывания, на самом деле, и хочется вот именно вот этой поддержки, чтобы люди в нас верили. А младшему поколению хотела пожелать только верить в себя, работать, ни в чем не сомневаться в любом случае. И если вы чего-то хотите добиться, в первую очередь нужно начать с себя, нужно жертвовать собой в любом случае, нужно жертвовать чем-то, чтобы добиться чего-то. Спасибо.